Итак, семейные проблемы. Здравствуйте, с вами психолог Александр Матяш, и сегодня мы с вами обсудим некоторые проблемы в семейных отношениях. Льву Толстому Ване Каренине принадлежит гениальная фраза «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Гениальная фраза, достойная великого писателя, очень емкая и афористичная. Тем не менее, жизнь, как это часто бывает, оказывается сложнее и многограннее любого самого емкого и глубокого афоризма. Попробуем и мы выйти за его афористические грани. Итак, все проблемы в каждой семье действительно уникальны и носят строго индивидуальный характер. Однако и в них, даже в самой неповторимой семье, есть нечто объединяющее и всеобщее, что позволяет увидеть в них некую систему, единый первопринцип, пронизывающий любые проблемы сверху донизу и позволяющий их как-то объяснять для того, чтобы найти из них выход. Попробуем и мы развернуть и увидеть этот первопринцип и выход из него. Итак, то, что объединяет все без исключения семейные проблемы, связанные с недопониманием и вырастающих из него конфликтов, это прежде всего инфантильное потребительское отношение партнеров друг к другу, базирующиеся на архаическом отношении ребенка к своему родителю. Ничто так надежно не разрушает семью и отношения, можно сказать любые отношения, как стремление брать ничего не отдавая взамен или отдавая существенно меньше. Принцип действительно простой, очевидно универсальный, мало будет тех, кто с ним не согласится. Однако вот разворачивание его в каждом отдельном персональном случае уже далеко не так очевидно. Приведем самый простой пример. Муж приходит домой уставшим. Классическая ситуация, да? А дома его ждет жена, которой хочется любви и ласки. Ну, классика жанра, не правда ли? Однако муж слишком устал, чтобы что-то давать. Ему хочется самому отдохнуть и расслабиться. Что делает его жена? Правильно, обижается и начинает наезжать и упрекать его в бесчувственности и равнодушии к ней, ее затаенным желанием и ожиданием. Что делает муж? Очевидно, начинает обижаться и упрекать в ответ. Конфликт разгорается и раскручивается по спирали. И чем дальше, тем больше эмоций. И все труднее его остановить. И все разрушительнее его последствия. Что мы видим? Классическую сцену семейного конфликта. Чего мы не видим? А вот это уже вопрос гораздо более интересный. Потому что не видим мы здесь очень много всего. И взаимное непонимание. И несвоевременность посылаемых сигналов. И несвоевременность ожиданий. И отзеркаливание взаимных претензий. И нежелание идти навстречу друг другу. Но, пожалуй, самое главное, чего мы не видим, так это внимательного, чуткого отношения к партнеру. Вопрос о том, как он себя чувствует, насколько он в ресурсе, насколько он готов давать. И вообще обмениваться энергиями. Как правило, даже не ставится. Оба партнера слишком сильно захвачены собой и своими переживаниями и потребностями. Для того, чтобы сделать шаг навстречу друг другу. И поинтересоваться, что же на самом деле чувствует партнер. Вместо того, чтобы заняться привычным набором проективных обвинений. Ты меня совсем не чувствуешь. Тебе нет до меня совершенно никакого дела и так далее. На глубоко подсознательном уровне за такой деструктивной линией поведения стоит, как правило, два момента. Первое. Эгоцентричная концентрация на своих и только своих чувствах. И полный игнор чувств партнера. Второе. Такое же эгоцентричное приписывание партнеру бесконечного ресурса. В принципе, не способного к уменьшению. И вытекающая отсюда готовность упрекать его и приписывать ему в качестве мотива его невнимательности исключительно его эгоизм и эгоцентризм. Можно сказать, что вот эти два пункта и составляют сущность и квинтэссенцию инфантильной позиции. Потому что эгоцентрическая концентрация на себе – это сущность и квинтэссенция детской психики. Это вам любой детский психолог подтвердит. А бесконечный ресурс – ничто иное, как остатки детской проекции на своего родителя. Последний оплот родительского архаического всемогущества. Который, правда, в данном исполнении превращается в повод для бесконечных упреков. Тогда как в детстве служил поводом для бесконечного восхищения. И с этой точки зрения можно сказать, что такие упреки являются последним глобальным проявлением детского обесценивания родительской фигуры. К этим двум пунктам можно добавить еще детскую же неспособность к рефлексии, когда испытываемые чувства не проговариваются, а только демонстрируются интонацией, жестами, поведением и так далее. Это создает дополнительную разрушительность любым конфликтам, в том числе и семейным. Здесь, естественно, встает вопрос – а что же делать? Ну, как и всегда, ответ на этот вопрос прямо вытекает из ответа на вопрос – а что же, собственно, происходит? Итак, мы с вами убедились в том, что подавляющее большинство семейных конфликтов происходит на почве взаимного недопонимания, вырастающего на почве не до конца преодоленных проявлений детской психики, проще говоря, инфантилизма. Разумеется, я оставляю за рамками те случаи, когда люди в принципе не подходят друг другу, в силу различных систем ценностей, несовместимости, понимания семейного проекта как такового, да и экзистенциальных принципов как таковых. В этом случае можно лишь сказать, что такая семья возникла по случайному недоразумению, и шансов на длительное существование у нее нет никаких. Однако, в том случае, когда речь идет о вышеописанных проблемах, совет будет такой же и простой и сложный, как поставленный диагноз. Если сделать его простым, то можно высказать его одним словом. Надо взрослеть. Ну, если развернуть, то тогда, конечно, посложнее будет. Просто понимание сути проблемы будет явно недостаточно, поскольку речь идет о довольно большом комплексе сложившихся привычек и устоявшихся стереотипов. Более взрослая децентрализованная позиция должна заключаться в развитии в себе чуткого и внимательного отношения к партнеру. И, самое главное, в овладении искусства помощи и поддержки партнера тогда, когда он в этом действительно нуждается. И особенно, когда он нуждается в этом для того, чтобы запустить процесс полноценного обмена энергиями. Впрочем, это отдельная и довольно большая тема. И я расскажу об этом более подробно как-нибудь в другой раз. Разумеется, в этом контексте я не могу не упомянуть об одном очень важном обстоятельстве. Особенно уже немного знаю своих уважаемых подписчиков. Речь идет об очень важном исключении из этого правила. А именно, вы ни в коем случае не должны так действовать в случаях патологических проявлений инфантилизма. Здесь речь идет о проявлениях психопатии и нарциссизма. И то, и другое психологи относят к крайним патологическим формам проявления инфантилизма. В случае с этими ребятами вы рискуете ввязаться в игру в одни ворота, в чем они вас с большим удовольствием поддержат и подыграет вам как только смогут. Поскольку и тех, и других медом не корми, когда повиноватит своего партнера, превращая эту игру в бесконечный источник вампиризма для себя любимого. Поскольку о причинах этого и мной, и моими коллегами говорилось уже много раз, то здесь я ограничусь лишь самым общим замечанием. Вы никогда не сможете сделать полноценного партнера по семье ни из нарцисса, ни из психопата. Поскольку для первого выйти на полноценный уровень обмена энергиями мучительно больно. Хотя теоретически возможно через процесс ретравматизации. Для второго же это в принципе невозможно. И это обязательно нужно иметь в виду. Я от всей души поздравляю своих уважаемых слушателей и подписчиков с наступающим Новым Годом. И желаю, чтобы в Новом Году они смогли гораздо более успешно решать все свои проблемы. В том числе семейные, личные и психологические вообще. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго и до следующих встреч в наступающем 2023 году.